Благополучие текущей экономической ситуации в регионе и перспективы развития Верхней Волжи зависят прежде всего от обеспечения кадрами, наличия рабочих рук. Ситуацию на рынке труда в Тверской области рассмотрели на заседании правительства. Все подробности у нашего корреспондента Ирины Синягиной. В настоящее время в Тверской области и России в целом, по данным Росстата, зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы 2,9. В то же время в связи с ростом экономики отмечается существенная потребность предприятий и организаций в трудовых ресурсах. Эта работа комплексная, ее необходимо обеспечивать по направлениям и образования, и привлечения специалистов на работу. И, конечно, это востребованность специалистов на рынке труда. И составная часть вообще большой, огромной работы по улучшению демографии на территории Российской Федерации, в частности, нашего региона. Рабочие места — это будущая возможность реализоваться, создать семью, получать заработную плату, определиться со своим будущим. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что формирование современного рынка труда — это создание для граждан, особенно для молодежи, возможности получать передовые профессиональные навыки и знания, трудиться на перспективных направлениях, получать достойную зарплату. В настоящее время на предприятиях и в организациях региона трудится более 700 тысяч человек. Из них свыше 575 тысяч заняты в экономике. Работодателями Верхней Волжья заявлено около 16 тысяч вакансий. Востребованы рабочие специалисты сфер производства и сервисного обслуживания, транспорта, логистики, строительства и других. Сейчас достаточно острый уровень конкуренции за персонал, мы наблюдаем. Но так же, как и по всей России, два человека претендуют на одно место, по нашим данным, на одну вакансию. В некоторых профотраслях эта ситуация еще хуже. Если, например, брать обрабатывающее производство, то там за дверью работодателя стоит всего один человек на собеседовании. А иногда вообще никого не стоит. Игорь Рудани отметил, одним из ключевых направлений обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами является продолжение реализации специальных программ в профессиональном образовании. В регионе сформированы 10 производственно-образовательных кластеров для подготовки специалистов по наиболее востребованным в экономике профессиям. Действуют 45 учреждений среднего профессионального образования, где учатся около 28 тысяч студентов. Среди перспективных задач — развитие сети филиалов колледжей в муниципалитетах региона с подготовкой по актуальным отраслевым направлениям. Важный вопрос про систему среднего профессионального образования. Действительно, это, наверное, один из главных драйверов для того, чтобы мы готовили качественные трудовые ресурсы. К примеру, в филиале Ржевского технологического колледжа в Зубцове предусмотрена подготовка кадров в сфере сервиса и туризма. В подразделении Конаковского колледжа в Редкино, где действуют специализированные предприятия, работников для химической промышленности, создаются комфортные современные условия для получения знаний, в том числе открываются мастерские, обновляются здания колледжей, обустраиваются общежития. Налажено взаимодействие с предприятиями области в части прохождения практики и дальнейшего трудоустройства молодых кадров. Мы видим, что с ростом экономики возникают всё больше потребностей трудовых ресурсов. Главной задачей, конечно, является обучение молодёжи, получение специальностей и навыков, необходимых в нашей современной региональной экономике. Ну и, конечно, задачей для всего государства является решение вопроса с позитивным, положительным трендом демографии. С точки зрения рынка труда мы понимаем, что меняется зарплата в большую сторону. В качестве позитивного опыта отмечено решение правительства Тверской области и практика вовлечения наших школьников, молодёжи в занятость во время каникулярных периодов. И эта работа будет с нашей стороны продолжена. Важная составляющая работы по подготовке кадров — профориентация и трудовая занятость подростков. Если в 2019 году в свободное от учёбы время работали около 6 тысяч человек, то в 2023 году количество трудоустроенных ребят достигло почти 13 тысяч. Ещё одним значимым направлением названа активизация работы по обеспечению занятости пенсионеров и жителей с инвалидностью.